МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Елена Кузовкина. А в ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о некоторых заметных событиях дня. Смотрите сегодня в эфире. Возродят ли в Барнауле парк изумрудный? Прямо сейчас стартовал наш массовый субботник. Из пепла. Как барнаульский пенсионер восстанавливает права на законную пенсию? Везде ответы идут, что ваш завод данных таких нам в архивы не передавал. Как корабль назовешь? Лошадь с именем победитель стала первой в конных соревнованиях Сибири. Хочется сказать, что кома нет. Очень достойный уровень, организация и состав. Более 2000 бурнаульцев вышли на субботник в парк изумрудный. Эту уборку уже назвали самой массовой в городе за последние десятилетия. С территории вывезли 2500 мешков с мусором и старой листвой. Наша съемочная группа тоже отправилась на уборку в парк и рассказывает Ирина Корчагина. Субботник в изумрудном и правда получился массовый. Более 2000 человек пришли спасать деградирующий парк. Работали все, невзирая на чин и возраст. Мы всегда делали субботник. С самого детства субботник, мне 83 года. Но если для кого-то совместная уборка дань традициям, для других стимулирование продаж. Конкурсы, мастер-классы. Например, карту субботника в изумрудном составила компания, продающая строительные материалы, а не общественность. Такое наличие предпринимателей поставило под сомнение идею народного субботника. Ну вообще пришли, как бы сказали, подарки будут давать, тоже приятно. Мы сегодня чистим город, чтобы он стал чуть чище, и шаурма была вкуснее на свежем воздухе. Всего с территории вывезли более 2000 мешков с мусором и прошлогодней листвой. Собирать мусор и клещей вышел чуть ли не весь депутатский корпус. Забавно получается, если пройти чуть вглубь парка, подальше от конкурсов, музыки и приглашенных гостей, попадаешь в место, которое многие считают позором изумрудного парка. И это место почему-то сегодня все игнорируют. Именно здесь в течение полугода было срублено более 700 деревьев. Тотальная вырубка в изумрудном началась в 2017 году, когда в парк зашел новый арендатор Владимир Фишер. Незаконный спил нанес ущерб в 15 миллионов рублей. Здесь остался сухостой, появились грузуны, все поросло бурьяном, бороться с которым желающих нашлось немного. И не случайно в день субботника к чиновникам было много вопросов о дальнейшей судьбе парка. По периметру парка планируем сделать велодорожку хорошую с роликами там. А зимой будем трамбовать ее снегоходом, будем лыжную трассу делать. Все это бросим на обсуждение общественности. Вот как общественность решит, так и будем делать. Вынесем на инстаграм, на сайты, пусть найдем разумное зерно. Сергей Догин пообещал, что уже к концу этого года горожане не узнают изумрудный. В ближайшее время власти хотят перевезти парк из краевой собственности в городскую. Планируется, что в парке очистят озеро, заменят ограждение и увеличат парковку. Все эти предложения вынесут на обсуждение общественности. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. Сгорел завод, а вместе с ним и его пенсия. После пожара на радиозаводе не сохранился и единственный архив с информацией о зарплате сотрудников. Анатолий Апанович, чей стаж на предприятии 20 лет, сейчас по закону может получать только минимальную пенсию. Есть ли пути вернуть законную, трудом заработанную пенсию? Пыталась выяснить наша съемочная группа. 7251 рубль. Едва ли такую пенсию ожидал Анатолий Апанович после 20 лет работы шлифовщиком на Барнаульском радиозаводе. По факту он там работал с 74-го года, по 94-й. Но по документам Анатолий там никогда не числился. В 2016-м предприятие сгорело. Вместе с ним вся информация о бывших сотрудниках. Копии не нашлось и в городских архивах. Поэтому подтвердить свой средний заработок оказалось не так-то просто. Не по моей вине я предоставить не могу. Все архивы прошли. Все и налоговые, все и Министерство обороны. Как это самое, везде ответы идут, что ваш завод данных таких нам в архивы не передавал. Обойдя все инстанции, Анатолий обратился к уполномоченному по правам человека. Здесь посоветовали. Подтвердить средний заработок можно с помощью косвенных данных. Например, показаний свидетелей, коллег. Но ни в пенсионном фонде, ни в суде это не сочли доказательством. Заработок все-таки носит индивидуальный характер. И зависит от нескольких параметров. Такие как оклад, проработанное время, больничные листы, квалификация и так далее. Поэтому свидетелями не подтверждается. Возможность разрешить несправедливость все же есть. Обычно в таких ситуациях сумму дохода проверяют через налоговые отчисления. Но архив местной ФНС был создан позже основания завода. В определенный промежуток времени заработная плата начислялась на заберегательную книжку. У нас по ходатайству стороны ИСА и суд самостоятельно. У нас направил судебный запрос в отделение банка. Если у нас в ответ на судебный запрос будет представлено подтверждение относительно поступления заработной платы, то это будет являться основанием для удовлетворения исков. Об исходе дела Алексея Апановича можно пока только догадываться. Окончательное решение будет известно только 6 мая. Тогда проведут повторное слушание. А до тех пор пенсионер продолжает надеяться на достойную пенсию за честный труд. Илья Кочетков, Ирина Харитон, Александр Антропов. День с толком. Австрия, Вьетнам и страны Большого Алтая. В крупнейшем международном управленческом форуме Алтай территория развития, который стартует уже через полтора месяца, примет участие свыше полутора тысяч человек. Об этом стало известно сегодня на пресс-конференции, посвященной подготовке к единственному управленческому форуму России. За свою десятилетнюю историю форум АТР объединил больше 15 тысяч человек из 62 регионов и 43 стран мира. В этом году в АТР примут участие свыше полутора тысяч человек в возрасте от 18 до 35 лет. А также почетные гости и медийные личности, среди которых режиссер и сценарист Борис Грачевский. Образовательная программа форума включает 14 направлений от развития молодежного предпринимательства до массового спорта. Основная цель АТР, по словам организаторов, привлечение талантливых управленцев, которые готовы решать социально-экономические задачи своего региона. На форуме мы в этом году акцент ставим на создание комфортных условий для развития молодежи, позволяющих максимально оставаться в своем регионе и работать. Данная проблема актуальна не только для Алтайского края, это известно, но и для других регионов Сибири и Дальнего Востока. Здесь чем? Форум ориентирован на перспективы своего региона как территории развития. Регистрация на форум уже идет и продлится до 20 мая. А уже 9 июня на территории Алтайской здравницы в Сибирском подворье состоится грандиозное открытие масштабного форума. Прыжки сильных животных под управлением юных, но решительных людей. Накануне в крае прошли первые конные соревнования в закрытом манеже. Участие приняли всадники всех возрастов из Новосибирска, Кемерово, Новокузнецка и Алтайского края. Об особенностях такого спорта далее в сюжете. Зревичность и азарт – главные составляющие конкура – конных соревнований с преодолением препятствий. Именно так завершаются первые конные состязания в закрытом манеже. Площадка в селе Фирсово новая, поэтому и участников немного – 20 человек со всей Сибири. Но, как утверждают в Федерации конного спорта, первый опыт оказался удачным. Обычно, первый блин к комам, да, то здесь хочется сказать, что кома нет, очень достойный уровень, организация и состав. Потому что к этому участию, к этим соревнованиям, к участию приехали и кандидаты в мастера спорта, и мастера спорта. Конечно, категория дети подразумевает, что это все-таки дети, но взрослые садники уехали очень титулованные. Такая неудача – не редкость в конкуре. Со стороны препятствия может и не выглядеть слишком серьезным. Но на самом деле, чтобы его преодолеть, всаднику необходимо моментально рассчитать силу прыжка и знать особенности своей лошади. Животное, как правило, самостоятельно преодолеть барьер может, мешает неуверенность самого человека. Барьер, он называется тройник. Это широтно-высотное препятствие. Оно прыгается достаточно легко и хорошо воспринимается лошадьми. Но всадники, поскольку оно очень объемное, большое, всадники на него всегда поглядывают так с осторожностью. Кроме конкура, всадникам выпало показать себя и в манежной выездке. Среди конкурсантов уже появился лидер – Кристина Завьялова. Благодарить счастливую кличку своего коня – победитель. Я настраивалась просто проехать на лошади, которая в дальнейшем планируется к выступлению для маленьких ребятишек. Просто настроить его на боевой лад, чтобы он посмотрел на новое место, посмотреть, как он себя в новом месте поведет, попрыгал, новые препятствия. Собственно, ради этого сюда и приехал. Ну и пока удачно все проходит. Все прошло удачно, мы выиграли. Позже именно она и займет высшую ступень пьедестала. В юношеском зачете первое место заняла участница из Барнаула. Среди детей золото взяла всадница из Кемеровской области. Пусть конный спорт и менее распространен, чем футбол, но его популярность продолжает расти. Ведь садиться в седло можно даже малыша. Дарья Демиллер, Ирина Харитон, Александр Антропов. День с толком. О погоде сразу после выпуска. У меня на этом все новости о развитии событий. Мы расскажем в 19.30. Субтитры создавал DimaTorzok